приветствую всех любителей вышивки и сегодня я хочу поучаствовать в теге в теге конкурсе который организован магазин май бобин и саша который называется мои любимчики вышивальные я давно хотела снять подобное видео то есть рассказать о своих любимых помощников что я люблю вышивки чем пользоваться вообще и поэтому как нельзя кстати пришелся этот тег который сейчас волну идет по рукодельному youtube и первую очередь о чем я хочу рассказать вам то без чего я себе вообще на сегодняшний день не представляю вышивки это мой самый любимый аксессуар мой самый любимый инструмент нитка вдеватель пака без этого инструмента я себе сейчас на сегодняшний день вышивку не представляю он снял с меня самую неприятную обязанность которая только есть это вдевать нитки в уголке особенно когда вышиваешь несколько сложений когда вышиваешь шерстяными нитками единственное только конечно бисерными бисерные иглы он не вдевает ниточки но тогда мы пользуемся простыми нитковдевательных которые летят со страшной силой так что это мой вышивальный любимчик номер один нитковдеватель паку следующий давайте поговорим о пока тоже да это вот такой всем известный органайзер для игл фирмы пака почему именно для игл они для не так мне очень нравится для не так я модернизировала что-то и делала вот сейчас вам будет наверно видно что-то вроде вот такого вот здесь что-то вроде такого органайзера потому что тот органайзер показался мне не совсем удобным чем же мне нравится именно для игл тем что здесь можно символы особенно когда вы вышиваете бленда немного здесь именно можно обозначить символы и втыкать иголочки уже с нанизанными ниточками именно по символам не по цветам а по символам по значкам очень мне вот это нравится и придумать еще вот надо как его организовать на самой раме было будет или на станке чтобы то вот он не надо было его туда-сюда тягать и цены ему не будет будет идеальный вариант для вышивки следующее что без чего я себе на сегодняшний день не представляю свою вышивку это бобинки для перемотки ниток это от фирмы именно гамма что картонные что пластиковые больше всего конечно мне нравится пластиковые но и картонные тоже очень хороши на них удобно писать ручка если вы желаете на пластиковые нужно наклеивать наклейки и за и считаю самые лучшие в мире бобинки которые только существуют и вот такой аппарат для перемотки ниток надо приближать достаточно для перемотки ниток всем известны чтобы очень быстро очень эффективно перематывать ниточки 500 с лишним мотков я не за полные четыре дня я четыре перта четыре было первомайских праздника я не скажу что я целыми днями прям сидела безвылазно перематывала хотя да потратила большую часть дня вот с помощью вот этого аппарата несложного я перемотала более 500 бобинок практически одна очень удобная вещь я считаю далее что касается тоже не так очень мне помогает я покажу в открытом виде вот такой кондиционер для ниточек очень удобен когда пользуешься сейчас я покажу целый чтобы надпись на упаковочке вот вот такой очень помогает когда необходимо пользоваться ниточками которые пушатся которые запутываются как в отличие от воска он не оставляет следов на ниточках в отличие от кондиционеров для стирки он не имеет такого никакого ярко выраженного запаха не оставляет следы на руках он очень удобен и приспособлен он как раз именно для ниток для вышивания очень жаль очень печально что приходится за ним практически гоняться я откупила себе на запас сейчас один еще два мне идет в посылке про той простой причине что в магазинах во всяком случае россия очень трудно найти такой кондиционер и приобрести его далее что касается ножниц для обрезания ниток у меня есть три варианта это вот такие цапельки фирмы прим и резачки фирмы прим в принципе неплохие варианты но на сегодняшний день мои люби моим любимчиком стали резачки от фирмы модера да у них есть недостаток они не закрывается в чехол но есть большой плюс у них есть вот такое кольцо и в эти резачки позволяет мне максимально близко отрезать ниточку максимально близко к конве причем они остренькие и не травмирует они естественно канву то есть очень удобно на сегодняшний день это мой любимый инструмент он уступает вернее ему уступает абсолютно все ножницы которыми я когда-либо пользовалась для вышивки следующий у нас пойдет речь о любимчики наверное об органайзера вот такие органайзеры если небольшие маленькие у меня трех размеров есть для хранения ниток фирмы производитель две это химлайн и анкор они абсолютно идентичные очень удобные пластиковые коробки с удобными конечно вот этими как соединениями которые не ломаются достаточно удобные и компактные комфортно хранятся нитки конечно на сегодняшний день это такой мобильный вариант то есть если вы с вышивкой путешествуете по квартире или куда-то идете путешествие дома же если где-то все это стационарно то для хранения ниток самая любимая моя удобная вещь на сегодняшний день это комодик для хранения мулины я вам показывала в отдельном видео это все его можно сделать самим его можно приобрести то есть это как вы пожелаете на сегодняшний день комод для хранения мулины это самая удобная самый удобный я не знаю это не аксессуар даже самая удобная вещь для хранения ниток вышивания далее мы что будем говорить с иголками я не определилась на сегодняшний день какие фирмы производители мне больше всего нравится а я так понимаю что вот этот тег он вообще был задуман мне так кажется что это так был задуман для чего для того чтобы магазином определиться какие самые лучшие и любимые аксессуары материалы для вышивки у рукодельниц вот поэтому я тут креативить тут не буду а скажу то что мне действительно вот все нравится и хочется чего бы я бы хотела вот зайти в магазин интернет и приобрести в чем я как говорится нуждаюсь вот с иголками я на сегодняшний день так и не определилась какие какие лучше всего но зато определилась с игольницами в том числе с магнитными есть два вида магнитных игольниц есть простые игольницы на сегодняшний день лучший вариант для меня я считаю что это вот такие игольницы прим очень плохо что у них есть только три цвета мне надо еще как минимум один для разных видов иголок я храню иголки здесь по номерам то есть каков какой-то игольница храню 26 номера в какой-то игольница 24 в какой-то игольница 28 номера очень они удобные эти игольницы всем известны всеми любимые вот очень просто шикарные аксессуары дорогу и дома и везде они очень даже нужный помощник для вышивки это мой можно сказать мой фаворит среди игольниц далее если мы поговорим о канве и разметки канвы то здесь у меня есть четыре помощника 4 аксессуара моих любимчика которыми люблю пользу и все они от фирмы прим мне не довелось пользоваться маркерами фирмы dms ничего не могу сказать по этому поводу но вот этот маркер приблизь пожалуйста да было хорошо видно этот маркер от фирмы прим он на сегодняшний день лидирует у меня то есть я пробовала химлайн еще какие-то пробовала какие-то растекаются какие-то высыхают очень быстро этот маркер мне очень нравится потому что он очень тонко пишет и для меня это очень здорово потому что я люблю работать на мелкой канве видно и мне понравилось работать на равномерке а именно таким маркером очень удобно размечать данную канву чтобы удалять сразу следы я то есть стараюсь удалять следы сразу не тянуть до вышивки то есть по мере того как я зашиваю участок я стараюсь сразу там удалить следы и я для этого пользуюсь вот таким водным карандашом тоже от фирмы прим очень мне нравится конечно можно и ватными палочками промакивать и уничтожать разметку на канве но мне очень нравится очень удобен вот такой именно водный карандаш от фирмы прим он тоже является моим любимчиком потому что на сегодняшний день я себе вышивки без него не представляю третий помощник который я хотела вам показать это для тех рукодельниц у которых не существует в доме принципе как у меня шириной машины как таковой или оверлога вот это для для обработки краев канвы клеевой карандаш фирмы прим он очень удобный и мне очень нравится я уже 2 использую использую в своей работе он потом отстирывается прекрасно мне не становится какая края канвы жесткие и они не осыпаются очень удобные вещи очень полезные и очень мне нравится я довольна этим и еще все-таки хочу показать один сейчас заправлен розовый карандаш но чаще всего здесь у меня заправлен белый стержень это такой механический карандаш фирмы прим очень удобный тоже единственное что конечно удаляется он не так легко как маркер но при стирке очень даже хорошо себе удаляется не оставляет следов и пишет он тонко и стержни к нему запасные тоже купить можно что мне не нравится в карандашах я вот здесь не стала нет у меня близко близко карандашей просто который нужно точить затачивать что мне не нравилось в этих карандашах это то что они при затачивании постоянно ломаются и и довольно быстро начинает широкими такими штрихами рисовать этот карандаш считаю что для черной канвы просто незаменим я не представляю себе вышивки без разметки поэтому для меня это очень полезный аксессуары и любимый на сегодняшний день что касается еще аксессуаров то хочу показать и порекомендовать вот такие магниты для чего-то для того крепления схема канве на эти магниты также иголочки прекрасно крепится и схема держится очень хорошо но они изящные они эстетичные доставляют удовольствие но если у вас это такой возможности нет приобрести подобные магниты то можно принципе воспользоваться элементарным канцелярском магазине я покупал магниты которые тоже прекрасно держат и иголки и схему на конве это что касается работы с вышивкой и помощников что же касается материалов то непосредственно нитки мулине я на сегодняшний день так пока и не определилась какие же мои любимые нитки потому что мне нравится вышивать многими нитками и все и дмс они замечательную они не идеально они любят путаться в узелки и анкор очень мягкие и приятные при вышивке но у них есть тоже недостаток они способны линять попробовала я нитки финка очень мне не понравились работе мягкие нежные ниточки такие шелковисты но к сожалению на сегодняшний день для этих ниток практически не существует схем для вышивки очень мало фирм производителей их используют хотя хорошие ниточки и схемы я видела только в журналах вышивая крестиком и то они первоначально были разработаны для ниток новом дмс а потом переведены уже другие фирмы производитель поэтому о них вот подробно я говорить не буду кто что же у меня за любимчики вышивальные нитки но скажу какие мне больше всего нравятся металлизированные нитки так как я пробовала разные я обязательно сниму подробное видео о них на сегодняшний день я хочу показать вам вот такие нитки металлизированные фирмы модера именно в таких моточках они я так поняла предназначены даже больше для я бы сказала машинной вышивки очень удобно в сравнении со всеми вышивать по сравнению со всеми другими фирмами они мягкие они не перетираются так как другие нитки и они в одну ниточку намотаны это очень удобно ими вот не надо их раскручивать как допустим нитки анкор или нитки гамма там шесть ниток скручены в одну а нитки анкор в три то есть не надо то есть вы берете сразу отматывайте сколько вам нужно и вышиваете очень удобно легко то же самое могу сказать о ниточках крейник не знаю хорошо ли видно тоже в принципе доставляет удовольствие при работе вышивала я ими пока что только у них очень большая такой большой диапазон большой выбор всевозможных ниток не только цветовых но и по качеству я вышивала пока только блединг то есть предназначены для блендов и в общем то мне очень нравится качество этих металлизированных ниток и последнее что я хочу сказать о своих вышивальных любимчиках это есть у меня две фирмы производители есть первая фирма это который фирма реолис мне кажется мне иногда кажется когда смотрю каталог что вообще я наверно там больше половины каталогов вышел бы себе захомячила бы и вышивала так много мне нравится дизайнов разработок и нравится мне материалы которые используют фирма реолис на сегодняшний день это одна из любимых но и фильм и нравится то что они таким вот небольшим в принципе нравится у них как вот схема разработаны цветные вот что мне еще думаю что же я хотела сказать мне очень нравится их цветные схемы так что я обожаю фирму реолис и и вторая фирма производитель который я тоже люблю очень люблю это фирма золотое рено и есть очень ну просто шикарный дизайн и особенно серия чудесное мгновение или вот у них там по музейной коллекции есть но тоже вот сколько бы они смотрел их каталогов мне кажется я бы половину каталога вышел из этих наборов где бы только время взять и что мне нравится в этой фирмы то есть у них там недостаточно крупные схемы все но они черно-белые это для меня минус но я принципе раскрашиваю эти схемы а плюс это то что они удивительно иногда красоты картины умудряются сотворить эту дизайн и все без бэка то есть чисто без смешивания техник всевозможных у них нет полу креста там габелинового стишка у них только чисто крестик идет и при этом настолько изящные красивые вещи получается что просто в восторге на сегодняшний день это мои два любимейших производителей не знаю может быть дальнейшем будет что то еще а на сегодня я свой тег закончила девочки я вам искренне желаю победы в этом теге конкурсе я очень рада что поделилась с вами своими любимыми любимчиками вышивальными и надеюсь вам что то тоже очень нравится принципе здесь я показала почти все тоже что и вы показываете потому что все таки есть как бы непревзойденные лидеры уже вышивки и непревзойденные фавориты наверное наши вышивки все таки если качество есть у чего-то то то это качество им пользуются все и любят это все так что всех вам всем вам успехов дачи легких крестиков а у меня все пока пока